привет рукодельницы а также хейтеры потому что всегда на такие заказы я когда показываю очень много комментариев зачем это делать и не лучше ли это вообще выкинуть в мусор но я хочу сказать что это не мои вещи я всего лишь мастер который как одна девочка мне написала вы дизайнер по ремонтам это безумно приятно спасибо поэтому за ваши деньги все что вы хотите а как известно работа по ремонту одежду она гораздо выгоднее ну в плане заработка чем пошли вы потому что мы меньше тратим временем меньше может быть вкладываемся в это спокойнее это все происходит и больше мы зарабатываем что самое важное так вот что хочет женщина вот все я я даже не прикасалась вот к этому жилету у меня все у меня все чешется и пух значит такой советский жилет вязаные из какого-то мохера или я не совсем разбираюсь в нитках что хочет дома вставить молнию суда то есть вот такой вязаный наверняка много растиранный и он такой скатанный я не боюсь его разрезать почему зачем вообще что девушка едет в лес хочет одеться потеплее я так понимаю что для какого-то такого отдыха не совсем активного просто в лес в тайгу и хочет этот жилет носить но так как его пока оденешься отдохнешься вот это вот все остается на лице она хочет сделать здесь молнию что мы делаем сейчас показываю я не буду прям я расскажу как я это буду делать не буду прямо вот показывать покажу уже наверное если успею она завтра за ним приходит я забыла положила покажу конечно же я конечно конечный результат и девушка очень любит позировать она всегда с удовольствием фотографируется вот что я очень люблю и так у меня есть принципе можно я думаю что использовать любую тесьму у меня есть я закупаюсь вот у меня 100 метров как это называется ночью вот этой тесьмы я ее использую в трикотаже много где использую как декоративное и при ремонте одежды девочки я вспомню как она называется снимаю ролик и забыла и напишу комментариях что я делаю в общем эту тесьму я пришиваю две полоски вот по центру там где должна быть наша молния я пришиваю эту тесьму не разрезая пока ничего пришиваю двумя строчками чтобы четко она была две полоски тесьмы и потом я буду уже между этими полосками разрезать то есть сначала я пришиваю чтобы не раз не разваливались если вдруг пойдут какие-то могут пойти теоретически это же вязаный свитер-жилет вот чтобы они не разваливались вот эти вот все ниточки я сначала пришлю тесьма потом буду разрезать то есть по типу как разрезаем пуповину в двух частях мы закрепили посередине будем разрезать конечный итог покажу ну естественно для этого мы здесь спасибо что смотрите